Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире студия Вечерний Дмитров. Мы рады приветствовать вас на нашем канале и надеемся, что вы вновь станете активными участниками традиционного прямого эфира. Добрый вечер, напоминаю, что сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник музея-заповедника Дмитровский Кремль Наталья Васильевна Табунова, с которой мы поговорим об истории и ближайших перспективах нашего уникального музея. Напоминаю, что свои опросы нашей гости можно задавать как по телефону 224-22-33, так и с помощью нашего сайта www.admitrovtv.ru Наталья Васильевна, но прежде чем мы перейдем к теме, озвученному нашего эфира, а именно истории музея Дмитровский Кремль, вы могли бы озвучить свои функциональные обязанности, чтобы телезрители могли сориентироваться все-таки на какую тему больше вам задавать вопросы? Я в музее работаю уже 34-й год, сейчас в должности ведущего научного сотрудника. Я работала и на должности лаборанта, когда только пришла, и старшим научным сотрудником была, и заместителем генерального директора по научной работе. В общем, знаете, я прошла все, наверное, ступени, и сейчас это то, к чему я всегда стремилась. Я работаю с фондовой коллекцией, одной из самых интересных, обширных и многоплановых, это коллекция графики и картографии. И в мои обязанности входит естественное хранение, научное описание, изучение предметов моей коллекции, их публикация, что мне, в общем-то, удается, я считаю, потому что вот недавно вышла книга по моей коллекции, здесь агит-пропы, культ-просвет князя Голицына, это как раз предметы графики. Ну, а ведущим научным сотрудником я стала, потому что у меня есть ученая степень. Ну, понятно. Ну, то есть вы все-таки отвечаете больше именно за фондовую эту коллекцию? Да. Ну, если будут вопросы общего характера, связанные с музеем, я думаю, что вы ответите. Да, пожалуйста. Музей – это часть моей жизни. Хорошо. Наталья Васильевна, вот, как известно, в прошлом году наш музей отметил вековой юбилей. Насколько интересной была его история, каковы основные этапы вы хотели бы именно отметить? Насколько известно, вы сегодня пришли с презентацией, с фотографией, не просто разговором, но и, может быть, тогда с этого мы начнем? Да, но сначала, прежде чем начать показывать фотографии из музейного архива, я хотела сказать вот о чем. Мне очень нравится сравнение музея с зеркалом. Музей в любом городе отражает то, что происходит в стране в целом, то, что происходит в регионе, то, что происходит в городе. И, знаете, наш музей не исключение. Мы сейчас посмотрим фотографии, я постараюсь прокомментировать то, что они показывают, и то, что осталось за кадром. Вот, если можно. Ну, давайте, давайте начнем презентацию, что вот именно. Хорошо. Смотрим фотографии и ваши комментарии. Вот основатели нашего музея. Это сотрудники Дмитровского союза кооперативов, дмитровские краеведы и сотрудники уездного земства. Музей задумывали открытие еще в 16-м году, в 1916 году. И эта мысль появилась на одном из собраний общества по изучению родного края, куда вошли вот как раз те, кого я сейчас перечислила здесь на этой фотографии. То есть, в принципе, были состоятельные люди, они хотели бы как бы, да? Были состоятельные духовно люди. Я не скажу, что они были богатыми, но среди них было много дворян. Это на самом деле так. Вот на этой фотографии... Ну, это же не обычные крестьяне, да? Нет, это учителя, врачи, агрономы. Вот, например, тут в центре сидит Анна Дмитриевна Шаховская, княжна. Рядом с ней Екатерина Павловна Анурова, преподаватель гимназии женской в Дмитрове. Вот в верхнем ряду стоит такой вот скромный молодой человек в гимнастерке. Это Михаил Николаевич Тихомиров, сын железнодорожного служащего, но в будущем академик, член Академии наук. И, конечно же, мы им очень и очень благодарны за то, что эта мысль, вот в этот сложный очень год, 17-й, оформилась, а в еще более сложный, 18-й год, воплотилась. И музей был открыт. Был он открыт вот в этом очень... В скромном здании, да? ...небольшом домике на улице Московской. Этого дома теперь уже нет. Когда-то он принадлежал Петру Дмитриевичу Золотину, там он содержал голодную мастерскую. Но дом был арендован Союзом кооперативов, и это была временная выставка. Это еще пока не постоянная экспозиция. Открылась она 1 мая 1918 года. Ну а вот не жалко, что не сохранилось это первое здание? Вы знаете, нет, не жалко. Это было здание... Заранее известно, что это временное помещение музея. А вот следующий дом уже, как видите, и выглядит. Он до сих пор выглядит по-другому, но стоит на улице города. Это князь Гагарина Михаила Александровича, особняк, который принесла в приданная ему жена, ним Николаевна Рихтер. Узнаете? Ну вот, в принципе, узнаю. Узнаете. Исчез портик четырехколонный, но вообще и вот это полукруглое в стиле модерн окно в мезонине. Дом сохранился, правда, сейчас там большая такая коммунальная квартира. На улице Пушкинской он стоит. Но когда-то эта улица называлась улица юного коммуниста. Вот сохранилась афиша, старая музейная. И здесь очень хорошо написан адрес улицы юного коммуниста, дом Б. Гагарина. То есть бывший дом Гагарина. И вот в этом доме экспозиции выглядели примерно вот так. То есть они носили исключительно естественно-научный характер. Потому что говорить об истории, о творянстве, об искусстве, о политике было, в общем-то, небезопасно. И даже в то время неводно было, да, все-таки больше? Тут неводно ни при чем, но вы представьте себе, что княжна Гагарина будет рассказывать о том... Как они жили. Да. Ну, жили они, кстати, очень скромно. Об истории рода своего, да. Да. Или о том, что дворянство сделало для российского народа. Вот тут бы ей, конечно... Ну, на самом деле, так и произошло. Вот эта фотография очень страшная, на мой взгляд. Здесь сидят четыре женщины. Это как раз Гагарина Анна Николаевна, Анурова Екатерина Павловна, Соколова и Зинаида Коробова. И один мужчина всего стоит. Это Кирилл Алексеевич Соловьев. Снимок сделан по возвращении из тюрьмы в 1920 году всех сотрудников музея, во главе с Гагариной, которая стала заведовать музеем после Тихомирова. Знаете, вот тут у меня тоже вопросы возникают. Тихомиров сейчас с нами позиционируется как первый директор музея. Но он вот в мае выставку открыли, а в августе он уже уехал. То есть он всего несколько месяцев побыл. Правда, материала набрал здесь много. И потом о публикациях своих использовал, дмитровские материалы. Его сменила Анна Николаевна... Ой, простите. Его сменила Шаховская. Но она прекрасно понимала, что с ее происхождением не будут ей давать возможности работать так, как надо. И арест это подтвердил. Всех кооператоров и музейщиков арестовали. Но за недоказанностью преступления, вернее, за отсутствием состава преступления, их отпустили уже в декабре. И вот этот снимок был как раз сделан в декабре 2020 года. Но пока их не было, здесь в музее, брошенном, в общем-то, закрытом, оставалась вот эта скромная девушка Зинаида Коробова, дмитровская мещанка, из дмитровских мещан, которая просто сказала, никого не пущу. Конечно, в то время все дома, такие как дом князя Гагарина, уплотнялись, заселялись. И Зинаида Коробова имела на руках очень веский документ. Вот здесь, рядом с этой фотографией, охранная грамота, которая подписана не больше, не меньше, как Луначерским наркомом просвещения и его секретарем. Подпись секретаря Н. Троцкая. То есть, такие люди заступались за наш музей. Но они понимали все-таки, что это же история, то есть ее нужно хранить и переносить. Да, потому что уже тогда, в 1920 году, в музее были собраны достаточно интересные коллекции. В основном, правда, естественно, научные, но были и исторические. Понятно. Продолжаем. Это кто? Это Кирилл Алексеевич Соловьев. Кирилл Алексеевич Соловьев – это директор Золотого века музея. С 1922 года, когда Шаховская уступила должность, добровольно совершенно свою должность она отдает Кириллу Алексеевичу, он возглавляет музей до 1932 года, вот ровно 10 лет. И за эти годы музей изменился так, что одно время его даже называли образцовым музеем Московской области. И он был на содержании у государства, не у местных властей. Это было в 1924 году, но очень скоро, в 1925 уже, государство постаралось перебросить вот эти затраты. То есть нагрузку на муниципалитет. Да, да. Тем не менее, Кирилл Алексеевич как раз попал в то время, когда фондовые коллекции музея стали увеличиваться в разы, потому что сразу несколько потоков. Смотрите, в 1927 году закрывается музей в усадьбе Ольгова. И подводами, обозами везли оттуда предметы в наш музей. Но в 1928 году закрывается окончательно Николопешножский монастырь. И оттуда тоже поступают предметы. В это же время из Бориса Глебского монастыря в фонды музея предмета поступают. И еще в 1926 году умирает Ольга Дмитриевна Милютина, дочь последнего фельдмаршала России. Дом ее до сих пор стоит на улице Загорской в Дмитрове. Так вот, Милютин Дмитрий Алексеевич все свои архивы вывез из Крыма сюда, в Дмитров. Потому что крымское свое имение, Семеиз, он отдал под госпиталь для нижних чинов и младших офицеров. И вот Ольга Дмитриевна отдает все, что от отца осталось, в Румянцевский музей. Теперь это библиотека имени Ленина. Но вывезли туда далеко не все. Многое осталось здесь, в Дмитрове. И это тоже забирает музей. Также поступают предметы и архивы из дворянских усадеб, в которых, как правило, колхозы открывались в то время. То есть при Кирилле Алексеевиче Соловьеве фонды музея... Но пополнения очень большие были, да? Да. И вы знаете, в этом и минусы были. Потому что до сих пор приходится разбираться, откуда какой предмет поступил. Например, много предметов поступило из усадьбы Абальянова. Но сначала они попали в Ольгова, а из Ольгова в Дмитров. Поступали предметы из усадьбы Норовых, из усадьбы Корсаковых, из усадьбы Поливановых. И, к сожалению, до сих пор иногда мы при составлении научного описания источник поступления не всегда можем выявить. Понятно. Ну, продолжим дальше. Вот эта фотография сделана в 1929 году. Здесь сотрудники музея, причем, заметьте, все и дворник здесь же, и вот какие-то такие бабушки в фартуках. Я тоже думаю, что это уборщица или дворник. В центре сидит Кирилл Алексеевич Соловьев. А рядом с ним очень такая интересная дама в шляпке. Это Анна Михайловская, в будущем один из ведущих музееведов Советского Союза уже. И здесь, в Дмитрове, она начинала свою работу, собрала материал, потом выпустила замечательную книгу по музееведению и краеведению. Музей истории местного края называется. До сих пор это считается азами музееведческой науки. Вот здесь, на этой фотографии, показана одна из первых выставок дмитровских художников, которая была открыта в зданиях Бориса Глебского монастыря. Надо сказать, что когда музей переехал в Борисоглебский монастырь, там все еще продолжали оставаться женщины из монашеской общины, которая прибыла в Дмитров в годы Первой мировой войны, еще и по настоянию великой княгини Елизаветы Федоровны. Их разместили в Борисоглебском монастыре, а мужскую братью переселили тогда в Николопешножский монастырь. Но после революции церковь отделена от государства, и они оказались никому не нужны. И вот эти девочки, старушки так и жили на территории монастыря, и музейщики туда же въехали, и никакого конфликта не было между ними. То есть эти бывшие монахини раскопали там себе огородик этим, питались, наверное, еще милостыню просили. А музейщики делали экспозиции вот в братском корпусе и в настоятельском корпусе. Вот посмотрите, вполне приличная выставка, на которой представлены работы дмитровских художников. Тогда же Кирилл Алексеевич Соловьев занимается такой научно-изыскательской работой в области этнографии. По его экспедициям, во время которых было собрано очень много материалов, издана замечательная книга, которая тоже до сих пор считается образцом научного труда по этнографии. Ну и вот эта фотография тоже сделана во дворе Бориса Глебского монастыря, узнаваемый вполне братский корпус и надвратная церковь. Но знаете, это самый печальный снимок, который я знаю. Снимок этот сделан в августе 1932 года. То есть уже началось строительство канала Москва-Волга и управлению стройкой, и управлению дмитровским лагерем, дмитлагом. Очень понравились здания Бориса Глебского монастыря. Все это за высокой стеной. Ворота закрываются плотно, никто ничего не видит. И, в общем-то, музейным сотрудникам предложили свернуть все экспозиции и перенести их в Успенский собор, закрытый за год до этого. Но в 1932 году местные власти не проследили за тем, как закрывали этот собор. Дмитлаговцы сбросили кресты с куполов, и эти кресты пробили коробовые своды Успенского собора. И все дожди, и снега попадали внутрь, там было очень сыро. И музейные сотрудники, когда поняли, что силы не равны, Если сюда приезжал Дмитров, на той фотографии он как раз виден нарком юстиции Крыленко. Здесь был начальник строительства канала Лазарь Коган. Здесь был член президиума в ЦИК Петр Гермогенович Смедович. Достаточно высокие такие лица не смогли отвоевать музей. И музейщики уже согласились переехать в Успенский собор, но поставили условие, чтобы Дмитлаг провел ремонт кровли, которую сам же, в общем-то, и повредил. Это сочли за саботаж. Кирилл Алексеевич Соловьев был арестован вместе со своими заместителями и ведущими сотрудниками музея, отправлен в Бутырскую тюрьму. И многие сотрудники музея просто во время допросов оговорили себя. И такие видные ученые, как Померанцев Михаил Семенович, как Смирнов Иван Александрович, были отправлены в ссылку в Вологду. А Кирилл Алексеевич ничего не подписал, ни в чем не признался. Его выпустили в апреле 1933 года. В январе арестовали, в апреле выпустили. Но Дмитров больше не вернулся. Он работал в Останкинском музее, ложился там до директора и там же женился. Понятно. Такая вот история, печальная очень история. Ну, дальше вот этот снимок. Это уже лето 1933 года. Экспонаты пролежали в ящиках под снегом всю зиму. Пролежали они во дворе Дмитровского исполкома. Исполком был там же, где он и сейчас, где сейчас администрация. И вот, знаете, здесь видно, как канал армейцы, то есть строители канала, заключенные, перевозят на грузовике ящики с музейными предметами в Успенский собор. И на одном из ящиков написано, довольно крупное, не знаю, видно зрителям или нет, одно слово «истра». Потому что, позвольте, я назад вернусь. Здесь вот на этой фотографии господин Шнеерсон, директор музея в городе Истра, Натан Александрович, в то время ездил по музеям и смотрел, где, ну, извините. Чем можно поживиться. Да, да, где что плохо лежит. И, конечно, в Дмитрове все лежало плохо. Все лежало в ящиках под снегом. И тогда в Истринский музей ушли очень много предметов из наших замечательных коллег. Не пробовали вернуть? Вы знаете, они с нами поделились копиями. Вот Кропоткинские документы, тогда архив Кропоткина туда, похоже, ушел, были возвращены, но только в виде копий. Музейщики такие люди, они очень не любят отдавать то, что к ним уже однажды попало. Случайно, да? Пусть и не закладывали. Новый директор музея после Кирилла Алексеевича Соловьева это Серафим Иванович Ивкин. Вот он на этой фотографии с новыми сотрудниками сидит на музейной мебели. Мы себе такого не позволяем. В очках, вот, видите. Здесь даже, ну, поза человека говорит о многом, и грязная обувь тоже о многом говорит. Кстати, Кирилл Алексеевич Соловьев всегда входил, ходил в доблеско на очищенных сапогах. Он не был дворянином, он разночинец из Одессы. Пришел в Москву учиться в университете. А Серафим Иванович был, ну, не хочется прям совсем уж о человеке плохо говорить, к тому же у нас в городе до сих пор живет его внучка. Да, возглавляет Одну Школу. Да, ну, мы не будем фамилии называть. К тому же в нем ничего ужасного нет. Он дитя своего времени. Как только он пришел в музей, он сразу же в музее открыл клуб безбожников. Он проводил такие выставки, в которых клеймил, бичевал вот тот прежний образ жизни. Он очень любил проводить разные мероприятия, такие как лекции, агитацию, пропаганду. Но он не учел одного, что музей — это прежде всего хранилище. И вот когда в 1935 году закрывался Спасоблахернский монастырь в Деденево, целый архив оттуда был при Ивкине, при его попустительстве, возможно, отправлен в утиль, то есть как макулатура. Мне даже страшно представить, какие документы там могли быть. И, конечно же, последовала жалоба от рядового жителя города Дмитрова Александра Любимова. Я о нем пишу вот в этой своей книге, это «Чудак номер один» у Голицына. И он действительно очень близко к сердцу принимал все, что происходит с музеем, хотя в музее работал периодически. И Ивкина уволили. Он пропал без вести в годы войны. Сразу после Ивкина должность директора музея занял вот этот человек. Его именем названа одна из улиц в Дмитрове, это Василий Васильевич Минин. Большевик с 1905 года, он, тем не менее, человеком был очень порядочным. Ну, это, конечно, одно другого не отменяет, но, казалось бы, большевик с 1905 года тоже должен был бы продолжить вот эту агитацию и пропаганду. Но Минин начал строить экспозиции. Он наладил отношения с Кириллом Алексеевичем Соловьевым. Тот приезжал, помогал. Открывались новые выставки. Он собирал вокруг себя художников, в том числе с титулами. Например, князь Голицын Владимир Михайлович пришел в музей применений, и тот не посмотрел на его происхождение. Также был возвращен на работу померанцев, уже отсидевший свои три года в ссылке в Вологде. И замечательный сотрудник Сергей Соловьев. Его внучки тоже до сих пор живут в Дмитрове, и преподавали они долго в музыкальной школе. Ну, правда, Минин делал выставки очень специфические. Вот, посмотрите. Это здание Успенского собора, 1936 год. Именно в этом году открылась выставка достижений народного хозяйства. По аналогу с московской выставкой открылась и в Дмитрове такая. Конечно же, портреты вождей, конечно же, лозунги, кадры решают все, и о технике, и так далее. Крестов на куполах уже нет, и на колоколье развивается красный флаг. Такие выставки Минин очень любил, проводил их ежегодно. Но, вот, знаете, можно над этим посмеяться, но между тем он обратил внимание городских властей на музей, как на место, где можно очень грамотно проводить агитацию, пропаганду, не теряя при этом вот этой значимости историко-культурного наследия. И когда началась война, именно Василий Васильевич Минин возглавил эвакуацию. Часть предметов была замурована в подвале Успенского собора. Знал только он, где он никому не сказал. Большевик с 905 года. И погрузили, упаковали все предметы, очень наиболее ценные, погрузили в ящики, на телеги и отправили в Ивановскую область. Но он был человеком настолько деятельным, что, приехав туда с этим обозом музейным, он еще пока там жил с нашими предметами, хранил их, он устроился на работу в колхоз и руководил каким-то колхозом в Ивановской области. То есть очень интересная история. Вернулись предметы в 43-м году, но не распаковали их сразу. Распаковывали их уже после войны. Сейчас мы пожинаем следы этой распаковки. Предметы пострадали, но ни один предмет не пропал. Пострадали от сырости, от перепада температур. Но, знаете, потерялись, вернее, сразу не нашлись инвентарные книги. И вот сейчас мы видим, что после войны книги начали писать заново. И поэтому возникала путаница в номерах. Какие-то предметы не нашлись сразу, их списали. Потом раз нашлись, их снова ставят на учет. Сейчас на некоторых предметах в моей коллекции стоит до пяти маркировок разными номерами и разными датами. То есть это вот все последствия той эвакуации. Ах, простите, я не сказала. А что же музей? А музей в годы войны не закрывался. Вот это экспозиция, которая рассказывает о Яхромской предельно-ткацкой фабрике. То, что не очень дорого стоило, оставили в экспозиции и проводились экскурсии. А подвалы музея, подвалы Успенского собора, служили бомбоубежищем. Конечно же, здание музея пострадало от взрыва, который случился в ночь с 5 на 6 декабря 1941 года. Рухнуло целое крыло, целый угол в школе в нашей гимназии бывшей. И, конечно, в музей вылетели все стекла от взрывной волны. Ну, уже не до того было, чтобы вставлять. Вот посмотрите, интересная какая фотография. Этот снимок сделан в 60-е, в начале 60-х или в конце 50-х. Так вот выглядел Успенский собор. Колокольни нет. И верхняя ее часть замазана темной краской. Вы знаете, это сделано специально в 41-м году, в августе. Верхний ярус Колокольни разобрали, чтобы он не служил ориентиром для вражеских зенитчиков и авиации. И вот таким зданием музея простояло до 65-го года, до реставрации. И тем не менее экспозиции работали. Минин возглавлял музей до начала 60-х. А вслед за ним, да, кстати, вот очень хорошая фотография солдатики на экскурсии. Я не знаю точной даты этого снимка, но похоже, что это сразу послевоенный снимок. И вот они смотрят с интересом на что? На наш любимый макет Дмитровского Кремля. Ну, получается, Василий Васильевич долг всех, наверное, был, да? Он был долго. Значит, он, получается, с 36-го по 64-й. Больше всех. Очень долго, да. Ну, вы знаете, при нем, к сожалению, московские музеи через Министерство культуры, через письма, просьбы, уговоры, а иногда и просто в приказном порядке, из наших фондов забирали предметы. И прекратилось это все только с приходом Александра Федоровича Тягачева. Но вот прежде чем о нем сказать, я хотела бы вот эту фотографию показать. Это клуб краеведов. Краеведы, как основатели нашего музея, всегда были при нем. Получается, что клуб краеведов старше, чем музей на два года. Он образовался в 1916 году. Мы отмечали столетие. А здесь вот снимок 52-го года. Вот он, Василий Васильевич Минин здесь. Здесь мы видим и замечательного краеведа, поммастера Яхромской фабрики. Это Виктор Евдокимович Каплин. Учителя. Многие зрители сейчас узнают своих учителей на этой фотографии. И знаете, клуб краеведов всегда помогал музею в работе. Музей всегда предоставлял для него место для собраний. Кстати, ближайшее собрание в следующую субботу. Приглашаю всех. Дружба сохраняется до сих пор. И вот Александр Федорович Тягачев пришел в музей в 1965 году на должность директора. Прошел всю войну, был политруком в блокадном Ленинграде. И знаете, парень из украинской глубинки сохранил в себе вот такое чувство хозяина, но при этом приобрел очень большой опыт работы в воинской части на должности политрука. Я бы не узнал бы фотографии. Вот по этой фотографии? Ну, я его узнаю. Он меня взял на работу, я при нем пришла. Вот. И знаете, он сказал, больше не отдам ничего. Вот эта жилка крестьянская, она сработала. И он знал, куда пожаловаться, знал, куда написать. Кстати, Меним тоже знал, куда жаловаться. Вы знаете, что при Менине отменили одно очень страшное решение, и в годы войны хотели внутри вала прорыть туннель, как убежище от химических атак возможных. Он сказал, нет, вот вам подвалы собора, вот прячьтесь там, а вал разрушать я не дам. И стал жаловаться в Москву, и его там поддержали. Спасибо ему большое. И Александр Федорович тоже перестал отдавать предметы. Клуб краеведов, вот здесь мы видим, вот как раз он сидит за столом со всеми своими наградами, как фронтовик. Рядом с ним совершенно юный Александр Федорович Тягачев, наш учитель истории, вы его, наверное, помните тоже. Роня Григорьевна Лагун, которая тоже стоит у истоков уже школьного краеведения, можно сказать. И пионеры, это прием в пионеры в музее, такое проходило. Конечно же, Ромальд Федорович Хохлов, он тоже пришел при Чекменеве, мы его помним, мы его очень любим. Вот там на заднем плане Алексей Николаевич Федоров. Николай Алексеевич Федоров. Редактор газеты, тогда в газете мощным таким потоком шел краеведческий материал. Ромальд Федорович, это же Кропоткин, да, все связано? Он начал, он первым поднял тему о восстановлении музея Кропоткина, стал собирать материалы. Потом мы уже, конечно же, продолжили эту тему, потому что, к сожалению, он мог бы еще поработать, но ушел очень рано из жизни. Вот на этой черно-белой фотографии сделаны как-то странно, но она мне нравится, знаете почему? Все тот же наш макет Дмитровского Кремля. Этот макет изготовлен в 1935 году одним из чудаков, как раз вот тем самым Александром Петровичем Любимовым, о котором есть целая глава вот в этой книге. И здесь экскурсию ведет Игорь Владимирович Ширяков, в настоящее время ведущий специалист в стране, в области нумизматики. От нас он ушел работать в Государственный исторический музей и там, в общем-то, заявил... До сих пор там и работает. До сих пор там и работает, мы обращаемся к нему по необходимости за консультациями. Но вот он долгое время работал в нашем музее, сначала научным сотрудником, а затем некоторое время побыл и директором после Чекменева. Кстати, как раз при нем происходил процесс передачи. Ой, как это было тяжело, я это все помню. И знаете, процесс передачи вы имеете в виду... У Спецкого собора православной церкви. Нет. При нем решалось. Началось при нем. Игорь подписал согласие на то, чтобы верхний этаж... Знаете, у нас ведь долгое время на верхнем этаже шли службы, а внизу были экспозиции. И ничего, мы не ссорились, вполне нормально уживались. Нет, при нем было принято принципиальное решение о передаче здания Русской православной церкви. Да. И первые залы при нем были переданы. Но он же тогда получил разрешение открыть экспозицию в двух, в трех классах и в коридоре, вот в правом крыле гимназии Логос. И работа началась, но Игорь тогда ушел, вот здесь он на этой фотографии ведет экскурсию уже в обновленной экспозиции Успенского собора. На первом этаже мы сделали такую реэкспозицию. Экспонаты стали более выигрышно смотреться. Татьяна Петровна Черныш, кстати, вот она на фотографии, пришла заведовать архивом музейным и проработала более 30 лет. После Игоря Владимировича Ширякова на должность директора пришел ненадолго бывший порторг совхоза Буденновец. Виноградов. Нет. Воробьев. Воробьев, да. И знаете, он действительно был очень таким хорошим хозяйственником. И в то же время историк по образованию, он впервые провел торжественно музейный юбилей. Музею отмечали 80 лет, первый раз при Воробье. И вот эта фотография, которую вы сейчас видели, это конференция, посвященная 80-летию музея. Здесь Роня Григорьевна Лагун, художник Иларион Владимирович Голицын и Александр Федорович Тягачев. Кстати, у нас не было своего места. В музее было так тесно, что мы попросились в библиотеку и нас пустили. Кстати, музеи, библиотека и газета всегда дружили. А сейчас вот мы посмотрим фотографию следующего директора. Это Игорь Владимирович Кишкин. Он замечательно провел реконструкцию музея. Открыл музей военной истории в одном из зданий на территории Дмитровского Кремля. Тесно было в соборе, что уж там говорить. И открыл музейно-выставочный комплекс «Русский мир» в здании гимназии. Вот здесь как раз торжественное открытие военно-исторического музея. Здесь Алла Анатольевна Поспелова. У микрофона Валерий Васильевич там вот стоит. И Игорь Владимирович. И дальше ветераны пришли тогда, увидев эту экспозицию обновленную с теми предметами, которые мы никогда не выставляли. Там была и реконструкция землянки, и реконструкция интерьера военных лет. Игорь Владимирович, историк по образованию, сам давал обычно пространные довольно консультации, отвечал на вопросы. То есть он был очень активным, деятельным, и это он придумал современное название нашего музея. Музей-заповедник Дмитровский Кремль. Это его идея, чтобы оградить вот эту заповедную территорию. Хотя она к музею не относится никак, но слово «заповедник» многих любителей отпугивает. Вот на этой фотографии мы видим совсем юного Антона Катышева и Андрея Ремнева. Это одна из выставок живописных вот в первом таком музейном выставочном зале «Русский мир». Здесь коллектив музея. И многие из вас вот узнают и Александра Федоровича Тягачева, вот там слева, в крайнем верхнем ряду. И вот рядом с ним стоит такая красивая молодая девушка Александра Анатольевна Фролова, которая много лет проработала главным хранителем музея. И после Игоря Владимировича Кишкина стала директором музея. Саша, я ее так называю, извините, мы коллеги и друзья, она очень хорошо знала музей от и до, что называется, все фонды знала. Она знала законодательство музейное, прекрасно разбиралась в вопросах научной работы и просветительской. И на ее долю выпала, конечно, вот самое тяжелое. Это переезд. Да, кстати, нельзя не сказать, что при музее долгое время существовал литературный клуб «Дмитровские зори». Здесь вот вы видите Нина Алексеевна Кудинова, зав. литературным фондом, и наш замечательный поэт Виктор Георгиевич Красавин. Роман Николаевич пришел тоже при Игоре Владимировиче Кишкине. Здесь вот он ведет экскурсию для детей. И фотография эта интересна тем, что гимназия стоит без крыши. Это как раз период реконструкции Кремля. Вообще, я когда вспоминаю, знаете, реконструировали все. Гимназию, комплекс присутственных мест в Кремле, Успенский собор реставрировался, мы переносили экспонаты. Это было так напряженно, но, вы знаете, глаза боялись, а руки делали. Ну, понятно, действительно, масштабные работы проводились. Вот посмотрите на эту фотографию. Это снимок сделан с вала. Можно? Да-да. Это вот один из флигелей тюремного комплекса, где сейчас у нас сектор учета расположен. И вот он в таком состоянии был. Видите, Успенский собор еще в лесах, вот колокольня в лесах. И совершенно разрушенный правый флигель. Даже не верится, что вот из таких руин все это поднялось. Ну, а мы упаковываем экспонаты. Вот на этих снимках видно. Упаковывались они очень старательно, оборачивались в несколько слоев ткани, поролона, хрупкие вещи складывались в ящики. Но это было, знаете, обидно до слез. И одновременно шла расчистка по белке на потолках. Понятно. Наталья Алексеевна, я думаю, что вы можете долго-долго-долго разговаривать. Можете меня прервать, а то я и останавливаюсь. Может быть, мы вернемся к диалогу. Но вообще, в принципе, на ваш взгляд, самый важный этап такой в истории? Самый важный этап – это золотое десятилетие при Кирилле Алексеевиче Соловьеве. Потому что если бы не Соловьев, у нас не было бы таких фондов. Другому бы и не нужно было ниоткуда привозить предметы, а он собрал коллекцию. И, конечно же, другой важный этап – это переезд из Успенского собора. Но когда вы получили такое шикарное здание еще, да? Здание, причем мы до сих пор благодарны Наталье Юрьевне Потаповой, архитектору Иголеву, Вячеславу Сергеевичу. Они проектировали это здание специально для музея. Ведь у нас ведь спрашивали совета. Сейчас не каждый застройщик будет спрашивать. То есть, в принципе, как правильно поставить все помещения? Потому что, знаете, мы сразу писали концепцию новой экспозиции, я ее писала, и одновременно строили здание. И, честно-то сказать, Курная изба была причиной того, что это здание получилось именно таким. Вот этот двусветный зал, высокий самый, он предназначался именно под нее. А уже крыльями от нее, от этнической культуры, отходит в одну сторону культура дворян, а в другую сторону городская культура. Вот этот диалог культур лег в основу моей концепции построения этой экспозиции. Ну, то есть, все было выстроено специально уже под экспозиции, которые у нас имелись. Да. То есть, вы уже думали, как их поставить лучше, да? Да, мы продумывали. И Валерий Васильевич, надо отдать ему должное, тоже у нас спрашивала, как будет удобнее, как будет лучше. Мы ему очень благодарны за это, потому что он принимал участие. Ну, на ваш взгляд, вот, в принципе, за счет этого наш музей выигрыша смотрится по сравнению с другими, может быть? Да. Нам многие завидовали уже тогда, когда вот велась стройка, потому что, знаете, когда вот политика, вектор политики изменился, и культовые здания начали возвращать русской православной церкви, ведь многие музеи просто выселяли какой-нибудь старый детский сад. А для нас построили новое здание и отреставрировали несколько зданий на территории Кремля. Нам очень повезло. То есть, получается, музей даже выиграл от этого переезда, получил гораздо больше площадей, как раз приспособленных именно под музейную работу. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, и как мне и ваши предшественники говорили, что отношения с церковью хорошие, и они сюда пускают экскурсии, проводят. Ну, конечно, мы вводим экскурсии в Успенский собор, и спасибо большое, что нам это делать разрешают. Но каждая экскурсия, кстати, обязательно покупает и свечи, и заказывает поминальные молитвы. То есть тут, скажем так, взаимные интересы есть. Хорошо, Наталья Васильевна, но вы уже упоминали клуб «Дмитровский крывет», членом которого вы являетесь уже достаточно долгое время. А вообще, как строится работа, как выбирается тема для заседания? Вы знаете, нам очень повезло. Долгое время клуб «Дмитровских крыветов» возглавляла Таисия Дмитриевна Шолохова. Но вот в позапрошлом году мы сказали ей огромное спасибо. Она осталась почетным президентом клуба «Крыветов». Организация у нас очень серьезная. На столетии общим решением было признано, что это единственная общественная научная организация, которая насчитывает уже столетнюю историю. И председателем клуба «Крыветов» был избран Василий Степанович Карасев. Замечательный исследователь, автор многих книг по военной истории Дмитровского края. И ответственный очень человек. Но он по специальности же не историк. Он инженер, он закончил Бауманский институт. Но вы знаете, что я заметила? Даже в музее технари, люди с техническим образованием работают иногда гораздо успешнее. Но тот же Игорь Владимирович Ширяков, он же тоже технический вуз заканчивал? Да, Александра Анатольевна технический вуз заканчивала. Это я гуманитарий. Я закончила ИСТФАК Московского педагогического университета. Но вы знаете, я иногда увлекаюсь чем-то одним, а у людей с техническим образованием, у них как-то все по полочкам разложено, и вот они выстраивают логистику работы лучше. Понятно. Но вот вы упомянули, да? Теперь хотелось бы забернуться как раз по поводу того, что издаются книги, которые пишут наши земляки, но не имеющие прямого отношения к музейной работе. Как вы относитесь? Советуются они, консультируются ли у вас при написании твоей книги? Вы знаете, по-разному отношусь. Вот Василий Степанович Карасев и Сергей Станиславович Рыбаков, вот два специалиста в области военной истории, они ездят в архивы, они собирают материалы, они настолько серьезно подходят к своей работе. Или вот, например, Ирина Викторовна Пятилетова. Какая она умница. Она недавно вот со всем... То есть они очень скурпулезно ко всему подходят? То есть там нет ни точности исторических, нет ничего? Это на уровне профессионалов работают, да. Иногда выходят книги мемуарного жанра. Тут к ним нельзя особенно придираться, потому что, знаете, человек пишет свои воспоминания, и хорошо, что он пишет эти воспоминания, потом мы используем как источник, с окляткой, конечно. Но иногда бывают книги откровенно необъективные и... Но исторически неточные, да? Неточные, да. И мы стараемся просто не обижать этих людей, но и не говорить об этих книгах хороших слов, скажем так. Потому что читатель сам разберется, что читать. Ну, хорошо, тогда вернемся к тому, что все-таки вы сами тоже являетесь автором книг. А, кстати, мне подсказывают, что есть первый зон наук. Давайте мы на него ответим. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Васильевна. Михаил Николаевич, хочу вам передать огромнейшее спасибо за такую интересную, познавательную программу. Получаю огромное интеллектуальное и эстетическое всплаждение. Огромнейшее вам спасибо. От всех, Дмитровча. Спасибо. Спасибо. Так, ну, продолжим мы все-таки к тому вопросу, который я хотел задать, по поводу ваших книг. Как возникла идея их написания? Вот это, насколько мы до эфира сказали, что это за счет гранта вы написали. Да, да, вы знаете, это повезло. Собственно, мне удалось вот за всю музейную свою жизнь два гранта получить. Первый грант был в 2006 году в фонде Потанина, благотворительный фонд, замечательный он называется, конкурс называется «Меняющийся музей в меняющемся мире». И тогда наш музей получил грант, небольшой, правда, но все же существенно он нам помог, с названием «Возвращение Кропоткина». Я заявку на грант готовила, и на самом деле считаю, что повезло. Но через 10 лет я снова решила подать уже, когда стала заниматься коллекцией графики. И вот мне удалось, моя заявка на проект с таким названием «Гитпроп и культпросвет князя Голицына и компании» о дмитровских чудаках, художниках, чьи работы хранятся сейчас в музейных фондах, издать вот такую книгу. Здесь действительно, если кто-то еще не читал, придите в библиотеку, почитайте, или же купите, она продается, эта книга. Спасибо нашему инвестору Григорию Ивановичу Романову, если бы нам не удалось бы только деньгами гранта обойтись, потому что все дорожало просто на глазах. Вы знаете, здесь уникальные совершенно музейные рисунки Голицына, любимого Гревцева Алексея Трифоновича, Дитковского. Здесь и фотографии. Собственно, это история города Дмитрова 1930-х годов. Здесь вы увидите то, чего не видели никогда в экспозициях, и, наверное, не увидите еще долго. Ну, вот посмотрите, какие замечательные зарисовки старых дмитровских домов, сделанные офицером царской армии Владимиром Павловичем Дитковским. Вот это все я храню. И вот удача большая. А на написание этой книги вас подвигла, наверное, книга Владимира Голицына, да? В Медовской чудаке. Да, я очень люблю Голицына. Я знакома со многими из них, с Михаилом Владимировичем, и с Иларионом Владимировичем была знакома. Но вот писать книги, я считаю, почему каждый музейчик, если он может, он должен это делать, особенно на основании музейных материалов. Ну, свое восприятие, да, передается? Потому что таким образом мы аудиторию музейную расширяем от посетителей, экскурсантов до читателей. Это гораздо важнее, потому что на экскурсии не всегда успеваешь вот донести все, что хотелось бы. А в книге можно обстоятельно рассказать о каждом из экспонатов. Но, знаете, другие книги мне приходится издавать на свои деньги. Вот это путеводитель «Прогулка по Дмитрову». И страницы памяти. Мы ее написали вместе с Сергеем Рыбаковым. Ну, и Василий Степанович Карасев помогал. Но я сразу сказала, я мир, я пишу о мире, о тыле, о Трудовом фронте, о Дмитрове, о его жителях, а вы про боевые действия. Потому что мужчинам все-таки вот боевые действия как-то легче даются. Знаете, только я не умею их совсем продавать. Вот я вам дарю, я все всем дарю. Спасибо большое, Наталья Васильевна. И я считаю, что книги нужно писать, и их нужно читать. Хорошо. Так, есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер, Наталья Васильевна и Михаил Николаевич. Это вас беспокоит Трофимова Ильина Михайловна. Здравствуйте, Ильина Михайловна. Поздравляю, Наталья Васильевна, с праздником. У вас сегодня Международный день историка. Спасибо. И я присоединяюсь к Татьяне Юрьевне, к предыдущему звонку. И очень с удовольствием смотрю передачу. Просто вот додрожив голосе. На нашу совместную работу. Сколько мы тоже переломали всяких проблем. И так, вы знаете, приятно вас видеть. И все вот эти все. То, что вы говорите, интересно до невозможности. У меня маленький вопросик. Вот в музее, вернее в полу, сгорел еще там один домик. Его будут восстанавливать? Или же так его снесут? И, конечно, вот опять вопрос провал. Ну, просто сердце кровью обливается. Спасибо большое. Спасибо за звонок, Елена Михайловна. Во-первых, Елена Михайловна, и мы вам очень благодарны за то, что вы много лет возглавляли комитет по охране памятников архитектуры при управлении культурой. Мы помним вашу работу. И про сгоревшие дома. Я предполагала, что вопрос этот будет. Внутри Кремля сгорел дом Шаровых. Дом не представлял собой архитектурной ценности. Просто очень жаль, что люди, которые там жили, а это последние жители Кремля, я их так называю, лишились. На старости лет, можно сказать, такой вот возможности жить в своем доме. Пришлось оттуда уехать. Сейчас там живут бездомные кошки, которых сердобольные жители кормят. Но там вопрос о подверженном состоянии. То есть они не могут ничего с ним делать, поскольку земля... Это дом в собственности. Дом в собственности, а земля нет. Ну, знаете, я в такие тонкости неуполномочена, как бы, вникать и говорить о них. А дома Клятова и Новоселова на самом деле волнуют очень всех. Вот, поверьте, до слез. И не надо думать, что музею безразлично. Просто у музея нет ресурсов на то, чтобы быстро, сразу восстановить. Вы работали в охране памятников, вы знаете, как это делается. Сначала проектная документация, затем на нее уже нужны средства, затем средства на реставрацию. Я просто помню, как мы переживали реставрацию дома Кропоткина. Это, конечно, было очень тяжело. Тянулось много-много лет. Ну, я, знаете, вот показывала ведь вам фотографию колокольни Успенского собора, которую в 41-м году разобрали, а потом восстановили в 65-м. И эти дома также будут восстановлены. Я более чем уверена, потому что городские власти, районные власти, заинтересованы в том, чтобы на лице нашего города замечательного не было вот этих двух черных гнилых пятен. Понятно. Ну, в принципе, исторические центры, это же изюминка, да? Все заботены развитием туризма. Как туризм развивать, если на центральной улице? Если нечего показывать. Да, скоро будет нечего. Кстати, дом Милетинах тоже вот хотелось бы, чтобы на него обратили внимание. Очень красивый дом, принадлежал дочери последнего фельдмаршала Российской империи. Кстати, Роман Николаевич сказал, что экспозиции есть уже что показать. Ваш коллега, замгенерального директора, если бы было принято решение о реставрации и создании, то действительно можно было сделать. Так, еще и звонок. Слушаем вас, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Наталья Васильевна, у меня к вам вопрос, во-первых, насчет книг, где их можно купить. В свое время и сейчас я всех своих друзей прошу, чтобы собирали старые фотографии нашего Дмитрова. Потому что я в нем выросла, и мне очень хочется иметь вот этот альбом. Я просто ностальгирую по нашей старой площади, по Гуму, по всем нашим киоскам даже, где газеты мы брали. Вот где это можно приобрести этот раз? Во-первых, большое спасибо вам за эту передачу. Это действительно очень трогает за сердце. И хочется пожелать почаще бы нам встречаться и любить свой город. Ну, музейные сотрудники уже третий раз. Спасибо за звонок, спасибо. За последнее время, раз в месяц музейные сотрудники у нас бывают в гостях. Книги продаются и в музейном художественном салоне, и в книжном магазине «Русь», как мы его привыкли старые дмитровские жители называть. Ну, там, где ваш спонсор работает. Да, там Григорий Иванович Романов, на самом деле, директор, генеральный директор Дома книги «Русь». Когда я оказалась в такой ситуации, что в издательство уже заказ дан, а денег, полученных грантом, не хватает, и вдруг он вот просто помогает, конечно, вот часть тиража у него, поэтому и там можно купить, и у нас в музее можно купить. Все, в других магазинах, в других местах нет. А эти книги у меня просят вот наши продавцы сувениров, которые на площади стоят, на Кропоткинской, потому что этот путеводитель быстро очень раскупается туристами, по нему удобно ходить, его удобно засунуть в сумку, в карман даже входит, и по нему... Ну, как говорится, путевая книга туриста, да? Да, ну, там развернуто историческое описание каждого объекта. Я старалась сделать так, чтобы было... Ну, то есть, то же самое, что, допустим, я отправляюсь куда-нибудь за границу, да, читаю, и все знакомо, то же самое про наш город. Это все хорошо. Антон Васильев, но вот все-таки мне хотелось бы задать тот же вопрос, что и вашему коллеге Роману Николаевичу Сунгурову. Я имею в виду о вашей любимой экскурсии. Что вы можете на это ответить? Знаете, я вообще немного устала водить экскурсии. Я их вожу сейчас уже реже, потому что работы много с коллекцией. Но иногда попадаются такие люди интересующиеся, так прям внимательно слушают, что вот остановиться сложно, так хочется им рассказывать и рассказывать. Я очень люблю водить экскурсии по центру города. Если мне попадается группа такая, знаете, молодая, активная, я предлагаю подняться на вал. Хотя это запрещено методикой, и я сразу предупреждаю, просто с вала открываются необыкновенные виды. И еще мне очень нравится водить экскурсии по старым улицам. Они тоже не входят в экскурсионные маршруты. Но у нас такие интересные домики все еще стоят. Помните, у нас свой телевизионный проект был? Да, улица нашего города. Да, улица нашего города. Вот я бываю такие, вот приезжают семьи, такие заказывают экскурсии, там, две семьи или одна семья с детьми. И вот мне очень нравятся такие камерные экскурсии, я бы сказала. По экспозиции также люблю небольшие группы, те, которым интересно. Хорошо. Но вот еще вопрос. Уверен, что вы все-таки, наверное, регулярно общаетесь с коллегами из других музеев и Подмосковья, и в целом России. И наверняка не раз бывали в них. Вот что-то такое особенное вам хотелось перенести, работу нашего музея? Вы знаете, я очень уважаю и ценю Светлану Михайловну Мисочник, директора музея Менделеева и Блока. Это наши соседи, это Солнечногорский район, Клинский район. Вы знаете, это усадьба Шахматова, восстановленная практически из горстки Золы. И вот Светлана Михайловна так построила работу. Вот если бы у нас была своя территория, у них своя территория. И так бы экскурсия идет по парку. И тоже мы могли бы сказать, вот что, как можно себя на этой территории вести, в том числе и экскурсоводам посторонним, которые иногда такое несут, что просто стыдно становится, и просто гуляющим жителям сказать, что вот простите, здесь вот этим заниматься нельзя. Ну, вы не видели никогда, чем занимаются у нас на лавочках в Кремле по аллее. Идешь с группой, а там просто накрыта поляна. Вот. Тогда было бы, конечно, перенести территорию, которая была бы под юрисдикцией музея, скажем так. Ну, и еще плюс у нас есть, в принципе, Бальянова, да? Бальянова, Ольгова и не только. Вы знаете, мы же с краеведами ездили и в забытые всеми надеждами усадьбу Норовых. Да, да, да. Есть еще чудная, крохотная усадебка Бабкина, про которую никто не знает. Есть усадьба, которая принадлежала предкам Льва Николаевича Толстого, Новокарцева. Их много, этих заброшенных усадеб. И у меня есть мечта. Хотите спросить? Как раз вопрос, я хотел задать вам, какая у вас мечта? Знаете, вот в моей коллекции хранятся не только гравюры, рисунки, там хранится очень много карт, планов города Дмитрова и карт Дмитровского уезда. И вот очень интересные карты, рукописные, это в технике акварели, акварель, тушь, чернила иногда, на бумаге такой прочной, хотя она, конечно, с повреждениями уже, там, картам более 150 лет. Селение Дмитровского края, дороги Дмитровского края. И вот у меня есть такая мечта – издать атлас Дмитровского края. Все населенные пункты, которые вот на этих картах отмечены, в этом атласе сопровождались бы исторической справкой. Можно и фотографии приложить какие-то из нашего архива. И вот люди, мне кажется, покупали бы этот атлас, листали бы его, находили бы то место, где у них дача, где у них дом. И нам, музейщикам, по этому атласу можно было бы проводить экскурсии. Я уже даже придумала этот проект «Маршруты по старым картам». То есть приезжаем мы в это Новокарцево, открываем план села Новокарцево, усадьбы господ Апраксиных, и ищем по этой карте место, где стояла старая усадьба. Ведь безумно интересно. Вот такая вот мечта. Хорошо, ну, будем надеяться, что надо воплотиться. Так, есть, наверное, последний звонок, и будем завершать наш эфир. Слушаем вас, говорите. Наталья, это опять я, и братья Бога, извините, вы мне не ответили на перспективу реставрации вала. Спасибо большое, извините. Спасибо, да, по валу. Знаете, очень плотно с этим работает наш заместитель генерального директора по реставрации и реконструкции Наталья Михайловна Березина. Она собрала уже все документы, но дело в том, что этот вал нужно ставить на учет. Скоро у нас в музее 18 апреля пройдет большая конференция всероссийского уровня именно о земляных валах Кремлей в городах Древней Руси, в городах России. Дмитров один из городов, где вал сохранился полностью. Я думаю, что после этой конференции дело сдвинется с мертвой точки, пока все на уровне проектирования. Вал нужно реставрировать, да, промоины жуткие, и с каждым годом становится все больше. Понятно, но здесь уровень-то какой, наверное, федеральный? Вообще, Дмитровское городище – это памятник федерального уровня. Но сейчас же все памятники федерального уровня, они как бы переданы под опеку местных властей. Очень сложно разобраться в этих хитросплетениях. Ну, согласитесь, у муниципалитета нет таких средств для того, чтобы все это делать. Мы тоже надеемся, что государство поможет в реставрации вала и памятников архитектуры. Потому что, действительно, земляной вал – это изюминка нашего города, наверное, по пальцам. В Московской области. Одной руки хватит, где они, в принципе, наверное, ездили. Где-то сохранились, но фрагментами, а у нас-то полностью, совершенно полностью сохранился вал. Хорошо. Может быть, заключительный вопрос. Какие существуют трудности в работе, и как вы их, в принципе, видите, пути их преодоления? Вот хотелось бы, чтобы у нас побольше было реставраторов, потому что, на самом деле, предметы просто кричат. Вот Варвара Анатольевна говорила, они умеют рассказывать, да, поговорить с ними приятно. Но иногда они просто кричат, отреставрируй меня, я рассыпаюсь на мелкие кусочки. Это трудность, недостаток реставраторов. Ну и еще, знаете, хотелось бы, чтобы в музей приходили люди заинтересованные и готовые делать сразу все. И экспозиции, как мы это делали, и выставки, и экскурсии водить. И только потом, когда вот вникнут в эту музейную работу, работать уже с коллекциями. Понятно. То есть вы имеете в виду о преемственности, да? Да. Да. Хотелось бы передать музей в хорошие руки. Правда, уходить пока не собираюсь. Но вот когда придется уходить, хочется знать, что вот оставляешь музей на надежных людей. Ну, понятно. Не, ну, могу сказать, что Роман Николаевич с Тургуровной армии один из таких молодых. Роман Николаевич, надежный человек. Но ведь в музее работает около ста человек, и каждый занимается своим делом. Это музей очень сложная структура, и у нас реально не хватает людей. Ну, понятно. Нет, ну, да, музейная работа, научная, она интересна, но она не так видна на поверхности. А хотелось бы, чтобы проникалась жизнь у всего музея, история нашего края, население, приезжающие туристы. А для этого нужны экскурсоводы, грамотные экскурсоводы, которые могли бы завлечь этой темой. Совершенно верно. Кстати, у меня давно была идея открыть при музее курсы для экскурсоводов. Люди получали бы профессию. Но пока вот не получается. У нас нет образовательной лицензии, а это с этим сейчас строго. Хорошо. Ну, время получило очень быстро. Я считаю, что действительно разговор получился очень интересным. Об этом свидетельствуются заморки наших телезрителей. На прощание. Что бы вы хотели пожелать? Я бы хотела пожелать жителям города Дмитрово бережнее относиться к его памятникам, к его историко-культурной среде. И к самой обычной чистоте на улицах города тоже относиться бережно. После субботника сейчас будет очень красиво в городе, очень чисто. Мы все листья и мусор, и песок зимний сгребем. Но потом, чтобы не было на улицах банок из-под пива, пакетов из-под чипсов. Потому что это наш город. Мы же не животные, чтобы мусорить там, где живем. Вот. И в музей почаще приходите. И на клуб краеведов. Последняя суббота месяца. Очень интересное собрание. Не пожалеете. Приходите. Ну что ж, этими пожеланиями завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была ведущая научная сотрудник Музея заповедки Дмитровский Кремль Наталья Васильевна Тубунова. Наталья Васильевна, успех в вашем столь необходимом повседневной работе. И мы с вами прощаемся ровно на неделю. Я спешу сообщить, что в следующем четверг гостем студии станет глава Дмитровского городского округа Илья Игоревич Поначев. На сегодня все. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»